МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальное объявление 11 мая 2020 год. Карин, Западная Армения. Сегодня исполняется 100 лет со дня признания Де Юра государств Армении на территории Западной Армении Верховным Советом Союзных и Ассоциированных государств, а также Соединенными Штатами Америки. Национальный совет, правительство и парламент Западной Армении, который составляет национальное и транснациональное представительство армян Западной Армении, напоминают международному обществу о попивающих нарушениях международного права со стороны Турции и потребности ее восстановления без исключения на основных принципах Устава Организации Объединенных Наций Вильсоновского арбитражного решения, которое четко определяет границу с Турцией. Западная Армения – наследие каждого армянина, избежавшего геноцида. В настоящее время она сталкивается с новыми провокациями и нарушениями своих суверенных прав со стороны турецкой оккупации, включая регулярные убийства этнических армян, заявления турецких официальных лиц, оправдывающих геноциф, а также разрушения и кражи армянского наследия, которое продолжается тысячелетие в Армянском Нагоре. Западная Армения не одинока в решении этих проблем. Турция должна помнить, что эскалация беззакония, включая нападения на севере Сирии, вмешательство в конфликт в Ливии, добычу нефти на шельфе Кипра и нарушение воздушного пространства Греции и Ирака, может привести только к распространению против него международной негативной реакции. Западная Армения решительно осуждает все угрозы, которые Турция представляет для безопасности армянского народа, включая многолетнюю территориальную блокаду Республики Армении и ее постоянную политическую и военную поддержку Азербайджану против народа Западной Армении, Республики Армении и также Арцаха. Главной целью Национального совета, правительства и парламента Западной Армении остается восстановление международного права в регионе, прекращение турецкой оккупации, предоставление компенсаций Турции и Германии и возрождение динамичной жизни армян на земле их предков. Армен Акабрамян, президент Республики Западной Армении. 11 мая 1920 года Севский договор был официально передан Турцией, Западной Армении. Передачу международного мирного договора Турции 11 мая 1920 года и до юра признание Республики Армения Сенатом США на территории Западной Армении. Церемония представления мирного договора турецкой делегации состоялась во вторник в 16.00 в Париже в Министерстве иностранных дел в присутствии армянской делегации, поскольку новое армянское государство является одной из сторон договора. Напомним, в предисловии, учитывая, что основные союзные державы признали Армению суверенным и независимым государством, договор, подготовленный в ходе Лондонской конференции в феврале 1920 года и заключенный в рамках конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года, был отправлен на подписание Османской империи 11 мая 1920 года. Условия, которые союзники передали Турции через господина Мильярана, были известны заранее. Они были жесткими, но они того стоили. И они могли быть еще жестче, поскольку была инициатива отобрать Константинополь у турок и таким образом отодвинуть их правительственную резиденцию в Азию. Никто не сожалеет им. Все это маленькое искупление их грехов против армян и других крестьянских народов перед лицом геноцида 1915 года. Тройка Антанты охарактеризовала эти события как новые преступления против человечества и цивилизации, которые впоследствии, 20 лет спустя, хладнокровно совершала Турция. Мильяран – представитель Солной церемонии. Господин Де Фукиер, глава протокола, представил делегатов Османской империи. От имени союзников господин Мильяран передал им проект договора. Власти заявили, что переговоры состоятся в письменной форме и что у османского правительства будет один месяц, чтобы сообщить о своих наблюдениях. Тевшик Паша с дрожащими руками от нов полученного документа отметил несколько слов с волнением в голосе. В Армении по состоянию на 11 часов 11 мая зарегистрировано 79 новых случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минстра в Армении. Всего на 11 мая было подтверждено 3392 случаев коронавируса. Общее число тестов составляет 32 561 человек за последний день – 971. Фактически на данный момент лечится 1970 человек, а за день увеличилось на 42 человека. По последним данным выздоровели 1359 человек, за последние сутки – 34 человека. 46 пациентов скончались, увеличилось на одного человека. Еще двое граждан, у которых был диагностирован коронавирус, скончались от других заболеваний. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что из города Ат-Тариб в Турцию была направлена еще одна партия новобранцев дивизии «Султан-Урад» и «Ливия-Тулсултан» Махмед-Фатих. После боевики будут переброшены в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного правительства национального согласия ПНС. Согласно данным источника, количество переброшенных в Ливию сирийских боевиков достигло 8250 человек. Еще около 3000 находятся в учебно-тренировочных лагерях на территории Турции. Взрыв бомбы прогремел в воскресенье на рынке в городе Эль-Баб на севере провинции Алеппо, сообщает Сана. В результате взрыва погиб один человек, около 20 получили ранения. Местные СМИ сообщают, что происшествие произошло в районе 19.20 в центре города перед и вторым временем разговения в период священного мусульманского месяца Рамадан. Погибшие и пострадавшие медные жители. Водопад «Игир-Ливик» расположен в селе Чаглаян, провинции Розенка, западной Армении, привлекающей местных и иностранных туристов своим очаровательным внешним видом, стал более активным с приходом весны. Холодная вода, исходящая из предгорий горы Манзур, падает с высоты 40 метров. В предыдущие годы водопад посетили много местных и иностранных туристов. В этом году пусто из-за эпидемии. Водопад «Игир-Ливик», который формируется у подножия горы Манзур, с девяти различными источниками, представлен с разной красотой в любое время года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Шаракан». Песня «Шаракан» Моя версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.